Фанаты франшизы Форсаж несомненно хорошо знают о продолжающейся вражде между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном. Скала стал частью серии после пятой части, сыграв Люка Хоббса, специального агента службы дипломатической безопасности, которому было поручено выследить Доминика Торетто в исполнении Дизеля и его союзников. К концу фильма Хоббс и Дом превращаются из врагов в друзей, а Джонсон впоследствии появился ещё в трёх фильмах основной франшизы. Но за пределами экранов всё складывалось негладко. Во время съемок восьмого фильма в 2016 году Джонсон в своем инстаграме высказался по поводу какого-то инцидента на съемочной площадке. Актёр похвалил своих коллег-женщин, но упомянул, что с мужчинами, по его словам, складывается совсем другая история. И пускай Джонсон не называл имен тех людей, с кем у них возникло недопонимание, было достаточно ясно, что проблема заключалась в Дизеле. Джонсон написал, «Некоторые ведут себя как настоящие мужчины и профессионалы, в то время как другие нет. Последние в любом случае слишком трусливы, чтобы попытаться это исправить». С тех пор вражда двух актёров не прекращалась. Джонсон был последним, кто упомянул о ней во время интервью Hollywood Reporter в июле. Он пожелал франшизе успехов и подтвердил, что больше не будет сниматься в фильмах серии Форсаж. – Я увидел тебя скоро. – Сейчас ты будешь. Тем не менее, похоже, что Дизель снова обращает внимание публике на это соперничество, но уже совершенно неожиданным образом. В посте в Инстаграме, опубликованном 7 ноября, Дизель сделал лучший призыв к примирению из всех возможных по отношению к своему бывшему коллеге по фильму. Он написал, «Братишка Уэйн, время пришло. Мир ждет финальную десятую часть. Как тебе известно, мои дети называют тебя дядей Дуэйном. Несмотря на то, что во время праздников мы не поздравляем друг друга, время пришло. Наследие ждет». Конечно, на подходе не только Форсаж 10, но и Форсаж 11, и оба фильма послужат эпичным финалом из двух частей для такой долгой франшизы. Ссылаясь на покойного Пола Уокера, Дизель продолжил, «Я сказал тебе много лет назад, что собираюсь выполнить свое обещание, данное Пабло. Я поклялся, что мы достигнем этой отметки и снимем лучший фильм серии, и это будет десятая часть. Я говорю это из чувства любви, и только ты сможешь сыграть Хоббса, не кто иной. Я надеюсь, что ты воспользуешься случаем и исполнишь свое предназначение» Так что похоже, что Дизель счастлив оставить прошлое в прошлом ради франшизы. Но считает ли Джонсон также? Что ж, на момент создания этого ролика актер пока не ответил на просьбу своего бывшего коллеги по фильму. Но учитывая, насколько он активен в социальных сетях, вероятно, скоро появится новая информация. Стоит отметить, что ещё до своего нового поста в Инстаграм, Дизель, казалось, хотел прекратить вражду. В июньском интервью изданию Man's Health актер заявил, что его конфликты с Джонсоном возникли из-за того, что его коллега по фильму был доведен до предела, чтобы добиться лучшей актерской игры. Он сказал, Тем не менее, потребуется гораздо больше, чем просто просьба в Инстаграм, чтобы Дуэйн Джонсон подписался на Форсаж 10 и 11. И пока неизвестно, обращался ли Вин Дизель к Джонсону лично или же стратегия воздействия через социальные сети, на данный момент его единственный план действий. Неудивительно, что если фанаты Форсажа продолжат проявлять заинтересованность, то Джонсон вскоре даст своё согласие. Пост Дизеля в Инстаграм получил более полумиллиона лайков и всего через два часа после публикации собрал 10 000 комментов. В прошлом фанаты, казалось, встали на сторону Джонсона, но ради Форсажа 10 они готовы выступить за воссоединение семьи. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова